Здравствуйте! В эфире информационная служба «Импульсы» и вначале коротко о главных темах выпуска. Эти звонки идут ежедневно, включая субботу и воскресенье. Не пугайтесь, если вам ответит робот о результатах тестирования на COVID-19, сообщит автоматизированная система. Я поворачиваю голову, а на диване, которым мы спим, просто течет фонтан в стене. Старую кровлю сняли, а новую пока не постелили. Как результат, после дождя затопило две квартиры. Как ревизоры, мы идем к вам. Вы жалуетесь, мы приходим, смотрим, убеждаемся. Соответственно, цель наша именно общественный контроль. Теперь мы идем к вам. Общественники проверили качество дезинфекции подъезда в жилых домах. На Ямале зарегистрировано 123 новых случая коронавируса. 16 из них приходятся на газовую столицу. По данным Новорингойской городской больницы, 241 человек находятся на госпитализации. Среди них один ребенок. В отделении реанимации находится 13 новорингойцев. На Ямале по-прежнему действует масочный режим и соблюдение дистанции. Не пугайтесь, если вам ответит робот. В колл-центре Новорингойской городской больницы заработало автоматическое оповещение пациентов о результатах тестирования на COVID-19. Умная система позволит снять нагрузку с колл-центра. Автодозвон производится ежедневно с 4 дня до 8 часов вечера. Каждый день в базу данных загружается 200-400 телефонных номеров. Также результаты тестов можно найти в личном кабинете единой электронной регистратуры округа и при необходимости распечатать. Но если результат оказался положительным, об этом пациента проинформирует лично доктор. Человеку ведь важно узнать, плюс или минус. Если результат положительный, сразу же возникает много вопросов, и робот не сможет на это ответить. О положительных результатах сообщает доктор. А вот отрицательных их большинство. Поэтому робот сразу же снимает напряжение у основного контингента, что у вас отрицательный результат, значит все хорошо. Каждый выписанный пациент – это победа врачей над коронавирусом. Медикам сейчас приходится крайне сложной. И все, кто был там, в красной зоне, хорошо об этом знают. Еще одна жительница Нового Уренгоя, переболевшая коронавирусом, рассказала свою историю болезней и лечения. С благодарной пациенткой общалась Юлия Шаркова. Судьба познакомила этих трех женщин в больнице. В инфекционный госпиталь на базе ПНД они попали примерно в одно время и с одинаковым диагнозом. Двусторонняя пневмония, вызванная новым типом коронавируса. И незнакомые ранее люди сначала подружились, а затем объединились в одном порыве – сказать спасибо медикам, вернувшим им здоровье. Истории двух героинь мы уже рассказывали, но Сурьяу Такаеву тоже переполняют чувство благодарности. Такой вот работоспособный, такой вот коллектив искренний, трудолюбивый. Я прям восторгалась, потому что они в этих своих костюмах, они работали вот бегом, в буквальном смысле работали бегом. Это санитары, это медсестры, это медбратья, это врачи. Сейчас Сурьяу Такаева улыбается, но начало болезни застало ее врасплох. Первые признаки недомогания женщина почувствовала в свой день рождения, 20 июня. Их она списала на простуду, но на следующий день состояние усугубилось, пришлось вызвать врача. Она сразу увидела воспаление легких двухсторонних. Я начала дома лечиться, вот неделю лечения тоже, и состояние ухудшалось. На ногах уже не стояло, было очень плохо, температура уже была, конечно, повыше, чем 37,5. А врач, даже не делая рентген, поняла, что уже было. Врач, да, Шабанова, она сразу сказала, что у меня двухстороннее воспаление легких, и назначение сделала соответственно. Порой врачебный опыт и знания оказываются точнее, чем высокотехнологичные аппараты. Рентген легких показал чистый снимок, без воспаления. Но врач была уверена, что у меня двухстороннее воспаление легких, вот, и лечение я продолжила. Она мне предложила госпитализацию. Я туда пришла, вот, мне предложили через сутки сделать еще один снимок. Я была даже против, но с врачами не спорят. Я сделала еще один снимок, вот на этом снимке через сутки уже снимок этот показывал. Сейчас Сурья Утакаева чувствует себя хорошо. Почти три недели интенсивной терапии дали результат. Правда, пока женщину не выписали с больничного. Она долечивается дома. Вспоминает, что попав в больницу, сильно переживала из-за своей аллергии на некоторые лекарства. Доктор Филатов спросил у меня, есть ли у меня аллергия. У меня есть аллергия на антибиотики. Я очень волновалась, но настолько четко, правильно они приняли, сделали назначение, что я ничего не испытала, то, что я до этого испытывала от антибиотиков. Никакой аллергии не было? Ничего не было. После выписки дома женщину встретили дети и внуки. Все это время они сильно переживали за нее. Но теперь, когда все самое страшное позади, Сурья Утакаева все свое время проводит с ними. Юлия Шаркова, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс». Если вам кажется, что в вашем подъезде некачественно проводится уборка и дезинфекция, и вы написали об этом в социальных сетях, ждите народных контролеров. Активные горожане и общественники провели уже несколько рейдов по жилым домам северного и южного районов, проверяя сигналы, поступающие от горожан. Наверняка мониторят местные ленты новостей и управляющие компании, устраняя недочеты, о которых пишут жильцы. По крайней мере, в прошедшие выходные особых претензий к качеству уборки активисты не выявили. Хотя замечания остались. Продолжение темы в сюжете. В шестой дом на улице юбилейные народные ревизоры приехали не случайно. Отсюда поступил сигнал от горожан на качество дезинфекции в подъездах. Явный минус в уборке, выявленной общественниками, пыль на контактных поверхностях, перилах и почтовых ящиках. В остальном всё чисто. Да и жильцы, с которыми пообщались, активисты отметили – особых нареканий нет. Жалобы на уборку поступают. Как вы считаете? Хорошо у вас убирают? Нету проблем у нас. Нету проблем? Ни грязи, ничего. Да или нету? Спасибо. Геолог-разведчиков 2, молодёжная 9 и 9А. Общий список домов, куда отправятся активисты, уточняется уже по ходу рейда. В течение недели общественники мониторят социальные сети, выявляя жалобы горожан на уборку. Потом, собравшись вместе, составляют маршрут, проверяя, насколько обоснованы претензии. Как ревизоры, мы идём к вам. Вы жалуетесь, мы приходим, смотрим, убеждаемся. Соответственно, цель наша – именно общественный контроль в рамках того, чтобы управляющая увидела проблему и обратила внимание на этот подъезд, на этот дом. И всё-таки произвели уборку влажную, которую необходимо производить ежедневно, кроме воскресенья. И, конечно, дезинфекцию, место общего пользования, которое рекомендательной нормой Роспотребнадзора. То, что пахнет хлоркой, это говорит о чём? Ну, это говорит, конечно, что была уборка, но убираются ведь не только хлоросодержащими средствами и вирулицидными средствами, которые не имеют ярко выраженного запаха. Ну, то есть, в принципе, состояние подъезда даже довольно-таки неплохое. Видно, что убираются. Особых претензий к проводимой уборке и дезинфекции жилых домов в этот раз у активистов нет. Выявленные недочёты берут на карандаш. О своей работе проинформируют в социальных сетях. Самые лучшие подъезды получают наклейки – своеобразный знак качества, который не так просто заслужить. С большим удовольствием общественники оставляют наклейку во втором подъезде по улице Геологоразведчиков-2. Здесь всё сияет чистотой и при том, что в здании проводится ремонт. Чеще идёт ремонт, и всё абсолютно чисто. То есть, видно, что уборка регулярно проводится, именно регулярно, ежедневно. Каждый день влажная уборка, дезинфекция. У меня есть и защитный костюм, и распылитель, и маска, которую я обрабатываю. Вот здесь графики, я отмечаю, когда я произвожу эту уборку. Обрабатываю лифты, ящики почтовые, перила, ручки, двери. По возможности всё, что вижу, то и мою обрабатываю. Попутно на дверях и в подъездах многоэтажек общественники расклеивают листовки с просьбой соблюдать меры безопасности. Напор коронавирусной инфекции в последние дни в Новом Уренгое слабеет. Но это не повод терять бдительность. Здесь всё, что требуется от большинства из нас – носить маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Задача коммунальщиков – закрыть доступ вируса в наши дома. И справиться с этим может только качественная уборка и дезинфекция. Наталья Худяева, Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Старую кровлю сняли, а новую пока не постелили. По итогу несколько квартир затопило водой. К нам в редакцию обратились обеспокоенные жители дома 8.1 микрорайона «Мирный». По их словам, 30 июня на крыше их дома рабочие сняли кровлю, но дальнейшие действия так и не последовали. А между тем, во время дождя вода скопилась на чердаке и позже попала в квартиры, что их пришлось обесточить. В теме разбиралась Мария Федорчук. Две недели назад семья Ангелины Возиковой сделала ремонт в спальне. Здесь поменяли проводку, обои, линолеум, поставили новую мебель и натянули потолки. Возиковы собирались ехать в отпуск на 13 июля в 7 часов утра. Планы изменились. Слышу – капает. Кап, кап. Что это такое? Я смотрю на потолок, где лампы. Вот уже через них вода капает вниз. Я поворачиваю голову, а на диване, в котором мы спим, просто течёт фонтан в стене. Понимаете, вот вся стена. У меня есть видео. Вот так я брала, а там всё в воде. Я их начала будить, соответственно, потому что, ну как бы, чтобы, не дай бог, как бы током ещё не прибило. В спальне по стене ручьём бежала вода, стекая по новой мебели и обоям. Собрались непредвиденные осадки и под натяжным потолком. Они попали в лампочки и начали капать на пол. В квартире не осталось ни одного сухого места. Дождь шёл в детской коридоре, в ванной, туалете и на кухне. Течёт вода. Вот. Отходят обои. Вот здесь капает, с лампочек вода капает. Затопило и соседей Ангелины. Две квартиры пришлось обесточить. И вот уже 10 дней семьи живут практически без электроэнергии. Свет включают только днём, чтобы сохранить продукты в холодильнике. На кухне постоянно дежурят, боятся, что произойдёт короткое замыкание. Когда я сплю, например, я смотрю, чтобы у меня всё было выключено. Потому что, ну мало ли что, мы вырубаем со щитков в той половине. У нас даже со щитка мы отключаем, чтобы у нас там нет света. Здесь вот одна резетка сзади вас, вот как включен холодильник. Но всё на свой страх и рис. Не говорю уже о детях. Я детей пытаюсь к бабушкам куда-то... Это форс-мажорная ситуация, говорят в Управлении муниципального хозяйства. В доме 8,1 микрорайона Мирный начали капитальный ремонт кровли. Когда демонтировали старое покрытие, то обнаружили повреждения, о которых раньше не знали. Работы пришлось приостановить. Крышу застелили временным тентом, но из-за сильного дождя избежать затопления не удалось. При вскрытии кровли выявились некоторые виды работ, которые были не учтены проектной документацией и, естественно, сметой. Поэтому на данный момент работы чуть не затянулись, пока было решено дополнительное проектное решение. Потом далее докупался определенный материал, который не был заложен. Ну и, как правило, сами понимаете, наши погодные условия. Ангелина Возикова обратилась в подрядную организацию «Алмаз», которая занимается ремонтом. Девушке предложили выделить бригаду, чтобы привести квартиру в порядок после потопа. Такой вариант Ангелину не устраивает. Она хочет получить деньги за испорченный ремонт и нанять проверенную организацию. По этому случаю, так как дом полностью застрахован на определенный срок проведения работы, я думаю, что жителям этой квартиры будут обратиться в страховую компанию «Ингострах». И составится полностью смета все. Я думаю, что им все это компенсируется. Сейчас ремонт многоэтажки продолжается. Здесь заменят плиты под новые крепкие стяжки, а после поменяют кровлю. Завершить работы необходимо до 14 сентября. Но специалисты уверяют, жильцы могут не волноваться. Крышу хорошо укрыли специальным материалом. Затоплений больше не будет. Мария Федорчук, Андрей Мальцев, Владислав Еремин. Служба новостей «Импульс». Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина для населения. Кто возглавил рейтинг, поговорим об этом буквально через минуту. Сохраняйте импульс. Успели спасти только документы. В Карачаево сгорел одноэтажный жилой дом. Облачная охрана. Ростелеком установил камеры видеонаблюдения за строительством лечебных учреждений. Поездка с комфортом в районе Карачаева. На линию вышли новые автобусы. Внимание! Ситуация с COVID-19 в Новом Уренгое остается сложной. Импульс напоминает. Если вы испытываете слабость, боль в горле, головную боль, тяжесть в грудной клетке, затрудненное дыхание, если у вас сухой кашель и повышенная температура, оставайтесь дома и вызовите врача. Накануне поздно вечером в районе Карачаева произошел крупный пожар. Горел одноэтажный жилой дом на пять квартир. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных. К моменту их прибытия горел чердак и помещение внутри дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Больше остальных выгорела квартира семьи Михайленко. У жильцов не осталось не только крыши над головой, но и абсолютно никаких вещей. На призыв о помощи уже откликнулись неравнодушные горожане, а также у Рингой жил сервис. Управляющая компания предоставила семье временное жилье. Материальную помощь можно оказать по номеру телефона. Он указан на ваших экранах. Залетает к нам мужчина, с большими глазами, говорит, что в вашем доме соседняя квартира горит. Муж у меня выскочил, побежал туда. Сразу выбыли пожарных. Пожарные приехали минут через пять, очень быстро. Но дело в том, что это дом деревянного исполнения, и он очень быстро загорелся. Я только успела документы взять и собрать детей, и выгнать из дома. Ну и все, и больше туда зайти было невозможно. Облачная охрана. Ростелеком установил камеры видеонаблюдения за строительством лечебных учреждений. С начала года камерами оборудованы несколько десятков строящихся объектов Ямала. В июле облачную охрану подключили сразу на двух регионально значимых площадках в Салихарде и Новом Уренгое. Согласно поручению губернатора Дмитрия Артюхова, там реализуют масштабный проект по возведению инфекционных госпиталей на 100 и 200 мест. Камеры видеонаблюдения позволят нам оперативно отслеживать ход и качество строительных работ. Уже осенью 2020 года подрядчик должен сдать объекты. Строители работают в ускоренном темпе. Несмотря на сжатые сроки, в Новом Уренгое, например, строительство идёт по плану. Даже с небольшим опережением. Затем, как рабочие забивают сваи и заливают фундамент, наблюдают четыре видеокамеры по две на каждой стройплощадке. Устройства поддерживают высокое разрешение и не нуждаются в дополнительном оборудовании. Система позволяет наблюдать за картинкой в режиме реального времени – 24 часа в сутки. Делать это можно из любой точки мира, где есть интернет. В этом году по программе софинансирования в Новом Уренгое приобрели 11 пассажирских автобусов на газомоторном топливе, которые курсируют на разных городских маршрутах. Ещё три автобуса малого класса «Пасвектор» вышли на линию Карачаева-Лимбияха. О необходимости заменить изношенный автопарк в отдалённых районах во время прямой линии в декабре прошлого года губернатора попросили карачаевские активисты и были услышаны. На новеньких пазиках, которые существенно отличаются от своих предшественников, прокатилась и наша съёмочная группа. Магазин аптека-поликлиника по этому маршруту жителю Карачаева Валентине Стадник приходится следовать почти ежедневно. И ей, инвалиду без общественного транспорта, попросту не обойтись. В старых автобусах, говорит женщина, ездить было очень неудобно. Сейчас совсем другое дело. Маршрут, по которому следуют новенькие автобусы, соединяет Карачаева и Лимбияху. В каждой машине 17 посадочных мест. Ещё 25 пассажиров могут ехать стоя. Сейчас, пока лето, свободных кресел достаточно. Водитель с 20-летним стажем Владимир Варкентинов не нарадуется приобретению автопарка. С удовольствием рассказывает о преимуществах новой техники перед старым пазиком. Самое главное в этом автобусе – это автоматическая коробка передач. Мне не надо переключать скоростя, сцепление. А на базиках в основном летит сцепление, ломается. Конечно, сам двигатель дизельный уже. Не как на базике, как и раданный, бензин на газу у нас был. Этот помощнее двигатель. О том, что в Карачаево пассажирский автопарк очень нуждается в обновлении, губернатору во время прямой линии в конце прошлого года рассказали активисты отдалённого района. Дмитрий Артюхов пообещал разрешить проблему и своё слово сдержал. Наталья Геронимус, адресовавшая свой вопрос главе региона, сегодня тоже проехала в автобусе, только вышедшем на линию. Я была в конце декабря, и нам сказали, что на это нужно время, это всё быстро не делается. И сказали, что в июне-июле будут у нас новые автобусы. Вот что мы сейчас и наблюдаем. Что немаловажно, здесь есть удобство для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть кнопка вызова водителя, это помощь, очень нравится. Отличительная особенность нового транспорта – специальные условия для перевозки маломобильных граждан. Оценят преимущества автобусов, недавно вышедших на линию, и родители с детскими колясками. По быстросъёмному трапу люди могут заехать в автобус и также выехать с него. Автобус оборудован пневмоподвеской, которая при остановке опускается, что позволяет более комфортно заехать коляске. В автобусе имеются информативные табло, маршрутиризаторы, которые позволяют пассажирам с лёгкостью определить остановку, на которой они находятся, которое будет следующее время, и также температуру в салоне автобуса. Температура в салоне обещает быть комфортной даже в лютые морозы. Новую технику оборудовали с оглядкой на местный климат. Поставили утеплённые стеклопакеты и дополнительные печки. Осенью в Карачаево ожидают ещё пять автобусов. Они будут следовать между отдалёнными районами и новым Уренгоем. Ксения Белозёрова, Людмила Завгородняя, Владислав Ерёмин. Служба новостей. «Импульс». Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина для населения. Замыкает список Украина. Исследование опубликовало агентство Реа Новости. Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты чуть больше 3000 литров бензина. Цены на топливо там относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. В первую пятёрку входят также Норвегия, Астрия, Ореландия и Великобритания. Россия заняла в рейтинге 20-е место между Чехией и Грецией. Наши соотечественники могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Аутсайдером стала Украина. Телерадиокомпания «Импульс» в своих социальных сетях запустила рубрику «К предстоящему 45-летию города». Она для тех, кто любит Новую Рингу и готов посвящать ему стихи. Формат несложный, четверостейшие требования к участникам тоже простые. Написать коротенькое стихотворение, а ещё лучше записать видеопоздравление в стихах и прислать его нам. Или опубликовать в своих социальных сетях с хэштегом «НУРУ-45-нижнее-почеркивание-стихи». Авторы произведения, которых наберут больше всего лайков, станут участниками сюжетов и программ, посвященных Дню города. У нас уже опубликованы первые произведения. Так что следите за нашей стихотворной акцией, следите за нашими постами. У нас подготовлено множество сюрпризов. Будут другие акции для наших подписчиков в соцсетях. И они рассчитаны как на новоурингуйцев, так и на тех, кто уехал из города, но оставил здесь свою душу и своё сердце. У меня все новости к этому часу. Для вас работали Наталья Худева и журналисты «Импульса». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова